Добрый день дорогие зрители канала садовый мир марафон высадки рассады у нас в полном разгаре сегодня вас приглашаю прогуляться по нашим уже готовым высадкам томатов от компании седек в рамках проекта огородная сага седек ежегодный наш большой проект мы выращиваем очень много объемных групп культур и показываем это все в прямом эфире в течение сезона и подводим что самые немаловажные итоги показываем все как есть без прикрас без глянца мы сейчас находимся с вами в теплице обычный арочный с поликарбоната данная тепличка без подогрева видите на здесь нет инфракрасных обогревателей можно тянули сетку затеняющую пвх для защиты от избытка ультрафиолета и пережили две холодные ночи с минус 6 градусов по ночам видите по бокам у нас еще остатки утепления осталось это геотекстиль которому укрывали розы он спас наши томаты от резкого скачка температуры конечно же пленкой мы их тоже дублировали четыре дня назад мы высадили первую партию индетерминантных томатов от компании седек и вот здесь хочу обратить ваше внимание на очень интересные томатики давайте рассмотрим их поближе это томат микада коричневый из фирменной серии компании седек шоколандия томаты очень интересные крупные салатного типа мясистый и обратите внимание и у них очень необычный для всех томатов лист его очень называют картофельный крупный развесистый ярко зеленый значит моим томатиком все нравится они уже в принципе адаптировать на новом месте дали прирост я посмотрела уже идут завязи первых кистей вот сейчас я поразверну немножко томатика чтобы вы обратили внимание благодаря тому что я томаты усаживала лежа у меня кисточка будет располагаться на нормальной высоте вы скажете что я слишком часто посадила томаты но я их буду нормировать и пускать максимум два стебля и посмотрите я сажала каждый томат не в разбежку шахматном порядке как прошлые сезоны а друг напротив друга и потом когда они подрастут я вот эти шпагаты которые удерживают мои растения немножечко буду их стягивать между собой формируя один скажем так томатный столб тогда получится что на почти один квадратный метр у меня будет два растения в два стебля то есть это четыре больших побега на которых будут формироваться уже подносящие кисти всего на грядке у меня получилось 20 томатов в две строчки по 10 с каждой стороны между центрами лунок у меня получилось 45 максимум 50 сантиметров до немного чаще чем на соседних грядках здесь поменьше томатов но эта грядка самая проветриваем поэтому можно себе это позволить кроме томата микада коричневый который немножечко в рассаде пораньше у меня высажена специально среднюю грядку для более раннего урожая чтобы не было у нас как говорится томатного апокалипсиса во второй половине лета я высадила несколько томатов от компании сидек совершенно разных серий вот из серии шоколандия в разряде индотерминатных томатов у меня здесь на соседней грядочке поселился вот такой томат бегемот коричневый для меня это новинка вместе с вами посмотрим что у нас вырастет кроме этого посмотрите у меня получилось 9 лунок в каждой грядке боковой и в одну лунку рядышком с разбегом сантиметров 15-20 я высаживала по два саженца тоже не буду их загущать и пробегусь буквально по индотерминатным томатиком от компании сидек здесь из фирменной серии императорские три томата это император русская империя и империя розовая все они представлены вот здесь на этой грядке дальше из серии сахара у нас есть сахар зеленый сахар оранжевый красавица сахар черный и сахар белый возьму их сразу в руку чтобы не задать держать ваше внимание и еще из серии фирменной компании сидек великие этот томат александр великий екатерина великая и владимир великий все они представлены в этой теплице для удобного обзора в конце сезона сейчас томатики прошли первые сутки на новом месте адаптацию как говорится после высадки их обработал наш раствором адаптогена в моем случае это был и пин поставила видите временные колышки два дня и я начну их подвязывать как на средней грядке пвх шпагатом к верхней шпалере сейчас у меня видите томата обильно политы пока корневую систему я не тревожу не рыхлю через четыре дня проведу первый полив по потребованию в зависимости от температуры солнышко сейчас скрылось и температура в теплице 22 градуса комфортная но если будет перегрев тогда мы открываем насквозь вторую дверку для того чтобы воздухообмен томаты не любят перегрева и обязательно нижнюю часть завешиваем пока плотным спонбондом либо вот как сейчас у меня геотекстиль не эстетично зато очень практично томата не треплет это не создает им лишнего стресса и создает благоприятные условия для адаптации после пересадки дорогие друзья мы переместились в другую теплицу с ранними посадками где мы сажали огурчики томаты в мешки вы узнали же этот домик с инфракрасными обогревателями здесь мы спасали нашу рассаду в те самые заморозки видите завесили стены притянили сеткой для того чтобы создать дополнительный как бы слой плюс геотекстиль на тех же самых стенках и здесь скучили всю рассаду остальных индотерминатных сортов и гибридов по другим проектам тестирования выращивания из почему я привелась именно сюда хочу сделать очень важное замечание для наших новеньких зрителей для новичков в области огородничества никогда не спешите и не выбрасывайте не раздавайте не дарите не облагодетельствует соседей близких остатками рассада до тех пор пока вы не убедитесь что ваша рассада после пересадки чувствует себя отлично что она у вас укоренилась пошла в рост впереди нет каких-то авральных скажем так катаклизмов природных виде возвратных заморозков и холодных ночей такое бывает нас до начала июня в средней полосе это нормально вот пока вы себя как говорится не облагородили не подстраховать со всех сторон рассаду не разбрасывайте а потом делайте доброе дело кому надо они успеют рассаду вырастить но себя в первую очередь подстраховать нужно в первую очередь заглянем на среднюю грядку в этой же самой теплицы здесь томатный детский сад помните я вам говорил показываю плошечку рассады скоро она пойдет у нас надо рост в теплицу оттуда переедет уже на постоянное место в открытый грунт в открытом грунте еще погода не позволяет нам его сажать для рассады у нас постепенно адаптировалась после высадки прошло 10 дней посмотрите как она ровным ковриком закурчавилась обратите внимание что томатный томатные саженцы все разные высоты дело в том что это томаты разных сортов и гибридов габит из куста у них будет разный и даже в рассаде они будут отличаться вот среди вот этого вот скажем так многообразия от компании седек в рамках нашей программы ежегодное тестирование выращивания идут детерминатные томаты заглядывая сквозь склерозник по по проектам это медвежье сердце и еще амазонка шоколада из фирменной серии шоколандия если посмотреть на вот такие вот ярлычки которые я сделала из обычной шпажки это не шпажка это палочка для суши я бамбуковых не выбрасываю все в хозяйстве идет и кусочек малярного скотча которая сделала в виде флажка и обязательно маркирую и начале рядочка ставлю для того чтобы ни за что не перепутать а еще и составляю схему не дай бог мои пушисты агрономы или маленькие детки перепутать флажки вынут унесут у меня схема будет зафиксирована где какой рядочек у меня по какому сорту соответствует а теперь давайте заглянем еще здесь в конец рядочка я вам покажу еще одну томатную изюминку вот эти приземистые курчавые ярко-зеленые малыши это детерминатные томаты из фирменной серии непас от компании седек посмотрите какие они толстенькие коренастенькие их мы вместе с вами в прямом эфире в этой же самой теплице посели букетным способом непосредственно прямо в грунт без рассадным способом они чудесно подросли сейчас вы видите на экране фотографии непосредственно перед рассаживанием их уже на соседнюю грядку скажем так чуть подальше я брала пучок томатов рассоединяла их как говорится разбирала поштучно и подготовленный рядок делая проколы пальчиком высаживала по 3-4 саженца каждого гибрида здесь у меня напоминаю с фирменной 7 находится не пас и посынкующийся полосатый и не пас 3 4 5 и 6 как только они ночь у нас подрастут они нас перед уже непосредственно в емкости мы их будем выращивать детском контейнерном огороде по теплицам и месяц с вами пробежались сделали обзор свежевысажены рассады рассады который уже донтировалась у нас после пересадки на постоянное место и показала я вам детский рассадный сад томатный а вот это уже огородная зона для высадки детерминатных сортов и гибридов томатов от компании седек вы скажете что же такое на парни и похоже дело в том что это полуфабрикат место для выращивания вот низкорослых томатов помните в прошлом году у нас был такой урожай что я николе не выдерживали поэтому мы сделали вертикальные п-образные вот такие вот подпорки которые не убирали на зиму и сейчас просто накинули вот так вот рука в пленке разрезанный который мы использовали для укрытия по дугам в прошлом году для того чтобы у нас прогревалась почва уже внутри вот этого пространства и не прогадали посмотрите там уже сейчас активно образуется конденсат а значит что под пленкой там комфортная теплая температура грядку мы уже полностью заполнили подготовили останется нам только что сделать высадить быстренько томаты поставить дуги накинуть плотненький спонбонд от ожогов в результате избыточного скажем так солнечного излучения и дать время на адаптацию прикрыв пленкой на ночное время холодное время и для защиты от проливных осадков потом что делаем а начинается дальше уже беготня когда находимся на участке открыть закрыть открыть закрыть и так продолжается пока растение адаптируются и не окрепнут конечно это создает дополнительные удобства но таким образом получаем стабильный щедрый урожай который хватает на всю нашу огромную огромную семью на огромную переработку еще угостить как говорится здесь у нас будут томаты невысокорослые они обычно у нас перерастают свои значения которые отдают производитель в описании к сорту либо гибриду сантиметров на 20 это благодаря благоприятным условиям поэтому мы берем самые высокие дуги и даже в прошлом году помните вам показывали как мы их наращивали в этом году мы будем думать какую конструкцию сделать понадежнее и обязательно вам покажем и расскажем вот такие томатные хлопоты у нас буквально у произошли десятых числах мая а шумели праздники я вам показываю какая работа у нас проведена на участке на этот момент чтобы вы понимали про какой период времени мы говорим сегодня ровно 10 мая а какая работа уже проделана и она была бы сделана больше если позволил нам погода не будем сетовать будем располагать тем что у нас есть я желаю вам отличной погоды прекрасного самочувствия отличного настроения и пусть вся у вас высадка сложится благополучно и все растения порадуют щедрым урожаем